Спорт в Приуралье развивается динамично. За годы независимости был создан ряд условий для того, чтобы жители и спортсмены имели возможность заниматься им, быть не только физически крепкими, но и здоровыми. В нашей области выросло немало спортсменов, которые прославили регионы и страну в целом, не только на чемпионатах мира и Азии, но и на Олимпийских играх. О некоторых из них наш следующий сюжет. Гордость нашей области – юная чемпионка мира Мария Бравкова. Любовь к спорту ей привила мама, которая является тренером по гребле на байдарках и каноэ. С 8 лет Мария начала увлекаться этим видом спорта. И, как показало время, не зря. В июле этого года девушка завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Есть у нее и другие достойные награды. Сегодня Марии приходится совмещать тренировки, выезды на соревнования и учебу. Юная спортсменка признается, что это непросто. Девушка рассказывает, что таких больших успехов она добилась не только благодаря усердным тренировкам, но и своим тренерам. А мечтает она, как и все спортсмены, одержать победу на Олимпийских играх. Но для начала нужна лицензия. Получить ее можно будет на чемпионате Азии в апреле следующего года. Лучшие спортсмены всегда мечтают об этом, потому что это самая важная медаль у всех спортсменов в их карьере. Поэтому я тоже мечтаю о золотой медали на Олимпиаде. Усердные тренировки – это важно. Правильная мотивация, цель. Также очень большая благодарность у меня к тренерам моим, моему первому тренеру, моей маме Верне Евгении. И моему личному тренеру, который сейчас со мной работает, Тюнов Сергей Николаевич, они очень много сил, энергии в меня вкладывают, много работают со мной, терпят меня. И поэтому хороший результат показываем. А вот Данил Артюх в свои 20 лет уже был участником Олимпийских игр 2021 года. Он находился в составе сборной по водному полу. Занять первое место ему не удалось, и тем не менее свою страну команда представила достойно. Молодой спортсмен регулярно участвует в различных соревнованиях и чемпионатах, завоевывает призовые места. Интерес к спорту у него появился в возрасте 7 лет, и с тех пор в его жизнь плотно вошло в водное поло. Не так давно Данил Артюх вернулся с города Ханчжоу, где проходили 19-е Азиатские игры. Мужская сборная завоевала бронзовую медаль, причем решающий гол забил Данил. Дальше постепенно тренируясь, набираясь опыта, я прошел отбор в Алматинском интернате, дальше попал в молодежную сборную. Был капитаном молодежной сборной, участвовал на чемпионатах Казахстана, заняли второе место на чемпионате Азии молодежном в Бангалоре в Индии в 2019 году. Начали упорно тренироваться, попал в сборную Казахстана мужскую, начали участвовать в чемпионате России, занимали шестые и седьмые места, упорно боролись в общем. Для развития физической культуры и профессионального спорта в регионе проводится большая работа. Создаются условия для комфортных тренировок, закупается инвентарь, чтобы спортсмены могли и дальше показывать достойные результаты. На чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, на официальных стартах Республики Казахстан многие спортсмены показали лучшие результаты, чем по сравнению с 2022 годом. В этом году у нас 45 медалей, это золотых, это официальные международные старты, не говоря уже о чемпионате Казахстана. Для развития массового спорта и детского спорта тоже созданы условия. Ко дню Республики в поселках Чапаево и Тайпак, Акжеикского района, откроются физкультурно-оздоровительные комплексы. На следующий год аналогичные объекты введут в эксплуатацию в Косталовке и Тоскалинском районе. В результате все районные центры будут обеспечены такими комплексами. Кроме этого, в планах профильного ведомства построить спортивные залы в густонаселенных селах с населением от 2000 человек.